друзья всем привет сегодня поговорим и о плюсах владивостока на самом деле за последние пару недель я выложил три видео про город владивосток и где достаточно подробно касался минусов этого прекрасного города и конечно же многим жителям владивостока было немножко обидно что идет такая критика а у меня было желание вот делать какой-то позитивный ролик и рассказать о плюсах владивостока именно рассказать чем хороший этот город и почему там стоит жить почему оттуда не стоит уезжать почему есть смысл для многих людей в том числе и дальневосточников переехать в владивосток и жить там будем в это время ездить по городу на машине и я буду делать небольшие вставочки если у меня будет видео реакция с каких-то конкретных мест первый и неоспоримый плюс города владивостока это конечно же море если брать нашу страну то мало городов могут похвастаться тем что рядом с ними есть море и на самом деле море это настолько круто это настолько невероятно что это меняет все это меняет все аспекты жизни друзья я сейчас вот вам показываю пляж шамару шамара это огромный песочный пляж который находится в 30 минутах езды от центра города в начале сентября пляж очень сильно пострадал от тайфуна и там сейчас идут восстановительные работы мне удалось его поснимать буквально за несколько дней до тайфуна и показать каким он бывает в обычное время надеюсь что вот эта реконструкция пляжа она сделает его лучше но вот тот старый пляж как каким он был я запечатлел поэтому немножечко еще в кадре он будет второй плюс владивостока но на самом деле дальше плюсы пойдут не по очередности не по значимости а просто давайте считать и все плюсы равнозначными второй плюс владивостока и в том числе и приморского края это в том что там мало комаров и практически нет мошки на самом деле надо сказать справедливости ради что комары все-таки есть и ну и бывает что они там и как-то беспокоят но по сравнению с тем как это происходит других городах дальнего востока это просто земля и небо на самом деле комары очень вялые очень редкие очень ленивые и не является такой большой проблемой третьим плюсом владивостока я считаю наличие вот сопок конечно же это является и определенным минусом но тем не менее и и плюс есть в этом очень большой наличие сопок делает город интересным ты идешь ты либо идешь где-то внизу постоянно либо где-то наверху если ты наверху у тебя прекрасный вид зачастую вид на море и сопки на самом деле меняют рельеф города очень сильно и жизнь в городе она становится более интересной и более насыщенной но это лично мое мнение четвертый плюс это количество солнечных дней на самом деле в владивостоке очень много солнца очень много солнечных дней по количеству солнечных дней владивосток входит вообще в десятку городов россии самых солнечных городов поэтому безусловно это большой большой плюс Пятый плюс города Владивостока это зарплаты Конечно же зарплаты пониже чем в Москве и может быть в некоторых городах миллионниках Но тем не менее зарплаты достаточно высокие В среднем люди зарабатывают около 30 тысяч Если сравнивать например с городами полумиллионниками То зачастую заработок там составляет 15-20 тысяч Поэтому все же зарплата выше Хотя надо справедливости ради и сказать что и цены Многие цены они немножечко повыше Поэтому здесь нужно смотреть Шестой плюс это безлюдность и природа На самом деле природа очень классная в Владивостоке, в Приморском крае Очень насыщенные краски, растительность пышная, буйная И надо сказать что если ты едешь например куда-то отдыхать Купаться в какую-либо бухту То в будний день там зачастую очень мало людей Но вот безлюдность это как плюс Я думаю что поймут те кто отдыхал в центре России Например в Сочи, в Кабардинке или в каких-то местах Где просто людьми все забито И ты идешь, ты видишь просто такое невероятное количество людей Что ты не можешь не поплавать спокойно Не походить, не посидеть на пляже Это нужно везде драться за какое-то место под солнцем В Владивостоке ты находишься в какой-нибудь зачастую огромной бухте И там вас человек там 50, ну может быть 100 Ну и на самом деле есть ощущение какой-то приватности И то же самое касается и мест рыбалки И мест каких-то диких отдаленных Куда ты можешь спокойно приехать и побыть один Седьмой плюс Владивостока это различные кафе, рестораны И вообще сфера общепита На мой взгляд Владивосток является здесь полноценной столицей Гастрономической столицей Дальнего Востока И нигде нет такого выбора Нигде нет таких интересных различных кафе и ресторанов И различных блюд, которых можно попробовать Чем во Владивостоке На самом деле есть и достаточно крупные франшизы Которые кстати тоже далеко не везде на Дальнем Востоке есть Например такие как Burger King И сейчас планируют в декабре там открыть Макдональдс Ну и также много есть и самобытных различных местечек интересных И кафе, и ресторанов местных Где подают какие-то вкусные вещи И стоит вообще посетить Владивосток Чтобы там насладиться различными гастрономическими удовольствиями Также Владивосток можно считать культурным центром Дальнего Востока Ну одним из центров уж точно Потому что на самом деле там есть и знаменитый на всю Россию Мариинский театр Который считается одним из самых современных в России И вообще культурная жизнь там кипит Очень много всяких мероприятий Очень много всего интересного И даже если вы выйдете просто на набережную вечером Вы увидите очень много разных коллективов Которые самостоятельно делают какие-то интересные выступления Поют, танцуют Ну и исполняют различные трюки Это был восьмой плюс А девятый плюс это конечно же мосты О которых я еще не сказал За последние 10 лет при подготовке к саммиту ОТЭС Было построено 3 огромных моста Это Золотой мост, Русский мост и Низководный мост На самом деле это невероятно красивое зрелище Это огромные сооружения И они просто кардинально меняют ткань города Их видно практически с любой точки, с любого места И конечно же они делают город уникальным, узнаваемым, особенным Что немаловажно, они решают какую-то часть транспортных проблем города Десятый плюс Владивостока Это конечно же люди Владивостокцы они прекрасные Они очень активные, энергичные На самом деле город сам по себе очень такой живой и активный И люди сами тоже деловые, энергичные, веселые И доброжелательные, всегда готовы помочь Всегда готовы что-то подсказать Гостеприимные, радушные, прекрасные, замечательные люди Одиннадцатый плюс города это активность На самом деле город расположен на достаточно небольшом пятачке На достаточно небольшой территории И от этого исходит вот эта активность и движуха, которая там есть И кто любит вот такую энергию Кто любит когда жизнь бьет ключом Владивосток это наверное самый активный, самый энергичный город Дальнего Востока Если даже просто подойдешь на какую-нибудь остановку Зачастую там ты видишь три или четыре автобуса Которые просто вот один за другим подходят Забирают людей, уезжают И если брать например Хабаровск То здесь все более размеренно И как-то все более медленно и спокойно А Владивосток это город для активной жизни И я это считаю плюсом Двенадцатым плюсом города Владивостока Я считаю то, что найти работу достаточно легко В этом городе работы много Город портовый, город активный Есть в городе производство и автомобилей И огромный завод Кока-Кола там находится И в общем в городе есть движение Есть и производство, есть и торговля очень активно развита Поэтому как правило с работой нет проблем И зачастую люди приезжают туда И в течение там двух-трех месяцев достаточно легко находят хорошую работу Тринадцатым плюсом я считаю Это нахождение рядом стран Азии Таких как Китай, Южная Корея, Япония В принципе можно легко достаточно добираться И до Китая есть прямая граница Можно просто на автобусе уехать в Китай Можно по морю легко уехать в Южную Корею, в Японию И вообще Владивосток достаточно мощный транспортный узел Аэропорт Владивостока связывает очень многие города И пожалуй является одним из самых крупных транспортных хабов Дальнего Востока Четырнадцатым плюсом я считаю, что это достаточно развитая торговля в городе Есть большие торговые центры, такие например как Калина Мол Седанка Сити и многие другие достаточно крупные торговые центры В общем-то есть весь необходимый основной доступ к товарам Есть большое количество брендов, таких как H&M, Zara и прочие другие Я не буду сейчас перечислять В принципе основное, наверное если брать Дальний Восток То наполненность брендами, услугами, товарами Я думаю, что будет самое активное именно во Владивостоке Пятнадцатый плюс Владивостока это русский остров Почему я решил выделить его в отдельный плюс Да дело в том, что это огромный остров Он по площади никак не уступает самому городу И на самом деле это большая перспектива для роста Ну то есть город может расти туда На русском острове уже достаточно много всего интересного И русский остров он великолепен, он прекрасен И обязательно стоит его посетить, если вы приедете в город Владивосток Шестнадцатым плюсом города Владивостока я считаю то, что делаются дороги Достаточно неплохие дороги в самом городе Я много поездил, много покатался И в целом вижу, что состояние дорог улучшается со временем Конечно же есть много проблемных мест Есть проблема связанная с тем, что когда идет непогода А тайфун, тайфуны очень часто в Владивостоке Дороги сильно очень портятся Потому что качество дорог не всегда соответствует Но тем не менее, если смотреть во времени И если объективно на это все дело взглянуть То видно, что город улучшается в плане дорог Дороги становятся лучше Семнадцатым плюсом города Владивостока я считаю старинную архитектуру Которая на самом деле меня очень потрясает Я всегда приезжаю в Владивосток, вижу какие-то отдельные дома И целые ансамбли архитектурные, которые во многом сохранены Есть конечно масса проблем Есть здания, которые не в очень хорошем виде Которые требуют реставрации Но тем не менее, есть очень много старинных, красивых, крутых, уникальных зданий Которые стоит просто прийти Ну и кто любит архитектуру На самом деле есть чем насладиться Есть куда погулять и что посмотреть Восемнадцатым плюсом я считаю красивые названия улиц Я об этом уже говорил в отдельном ролике Не буду сейчас углубляться Но то, что нет улицы Ленина в Владивостоке Это уже здоровенный плюс Для меня лично я понимаю, что не все, может быть, разделяют мое мнение Но названия улиц в Владивостоке очень красивые И просто смотришь карту и восхищаешься Насколько ребята молодцы и сохранили самобытность названий своего города Девятнадцатым плюсом является то, что Владивосток изображен на 2000 купюре Я думаю, плохой город не стали бы на купюре такого достоинства изображать И выглядит это очень круто Единственный, может быть, минус, что купюры эти не так часто попадаются, к сожалению Двадцатым плюсом Владивостока я считаю появление новых общественных пространств Они не всегда суперсовременные Но, тем не менее, они появляются очень активно И вот недавно достаточно открыли набережную Цесаревича Которая стала любимым местом владивостокцев И набережная ДВФУ тоже действительно очень красивая и восхищает своими видами И вообще город развивается, город меняется И это очень-очень круто Двадцать первым плюсом я считаю, что Владивосток это город для студентов Очень многие, даже из города Хабаровска, из достаточно крупного Едут учиться во Владивосток Потому что в Владивостоке самая мощная учебная база И, конечно же, нельзя не отметить то, что открыли огромный кампус ДВФУ На острове Русский, который на самом деле Ну это самый крупный учебный корпус на Дальнем Востоке И там курсирует автобус бесплатный даже Потому что перемещаться по нему сложно Он современный, он красивый Там интересные общежития приятные И на самом деле, если вы хотите учиться где-то на Дальнем Востоке Стоит рассматривать Владивосток в качестве, если не главного То как одного из основных претендентов на это место Двадцать вторым плюсом я считаю, что во Владивостоке очень много зелени Зеленый город, когда приезжаешь туда летом, осенью, очень хорошее время во Владивостоке Когда приезжаешь в Владивосток, просто видишь все зеленое вокруг И на самом деле очень много зелени Не так сильно его испортили, этот город, в плане кронирования Как это произошло в Хабаровске Не так сильно там кронируют деревья И город зеленый, зелень очень пышная И зелени много Двадцать третьим плюсом города Владивостока я считаю, ну, его красоту Ну, не может быть город, который находится на море В котором такие чудесные мосты Где сопки, где вот такой климат Влажный такой, немножко даже тропический Не может быть он некрасивым Очень много интересных мест и в самом городе, и за городом И на самом деле, ну, потрясающие фотографии Когда смотришь просто фотографии Владивостока, какие-нибудь инстаграмные Ты просто удивляешься, насколько это может быть круто и насколько это может быть красиво Двадцать четвертым плюсом я считаю, что Владивосток очень хорош для ведения бизнеса И деловой активности На самом деле, город активно развивается Город растет, строится Появляются новые какие-то и производства И, ну, хоть и небольшие, но тем не менее Активно развивается торговля И есть очень много китайцев, японцев, корейцев С которыми также можно вести дела какие-либо И, соответственно, для бизнеса город очень хорош Двадцать пятым плюсом Владивостока я отдельно выделю Океанариум Океанариум построили совсем недавно В рамках подготовки к саммиту АТЭС Океанариум очень большой и очень крутой Рекомендую посетить Океанариум обязательно Потому что первое впечатление, когда мы начали ходить Там было достаточно много макетов, манекенов И мы как-то начали разочаровываться Но когда пошли дальше вглубь Мы увидели то, что нам очень понравилось И Океанариум, я думаю, что один из лучших в России Однозначно Также там и Дельфинариум есть И выступления различные Ну, вообще стоит посетить, однозначно стоит Двадцать шестым плюсом Владивостока Я хочу отметить вкусную рыбу и морепродукты На самом деле я сам лично не ем ни рыбу, ни морепродукты И мне сложнее немножко вот это все понять Но я от очень многих людей и в интернете, и вживую Слышал то, что на самом деле Ну, именно когда люди приезжают в Владивосток Они радуют себя вот какими-то такими морепродуктами Или рыбку вкусную едят Надо сказать, что она не является супер дешевой какой-то И зачастую не дешевле, чем в других городах И даже в центральной России Но она очень вкусная И морепродукты очень свежие И поэтому обязательно стоит их попробовать Двадцать седьмым плюсом Владивостока Я считаю, ну, наличие японских автомобилей Как вы знаете, наверное, что в Владивостоке Большинство автомобилей японские Большинство автомобилей праворульные И здесь есть определенный плюс Во-первых, можно недорого купить хороший японский автомобиль Японский автомобиль это тот, который японцы делали сами для себя Поэтому самые качественные автомобили Это, безусловно, японские И даже если они немножко поддержаны бывают То это не так страшно Потому что в Японии идеальные дороги И машины содержатся там в идеальных условиях Поэтому такие машины Они практически можно считать новыми А вот именно качество самой сборки Сложно сравнивать с каким-либо другим И поэтому владивостокцы И вообще жители Дальнего Востока Очень любят японские автомобили 28 плюсом является то, что Владивосток это столица туризма Огромное количество туристов В первую очередь, конечно, китайцев, японцев И вообще приезжают, прибывают лайнеры со всех стран Ну и вообще круто, когда такой международный альянс Когда очень много людей, иностранцев в городе Конечно, это бывает, что доставляет некоторые неудобства Но тем не менее, это и доходы для города Для городской казны И возможность как-то общаться, знакомиться Возможность выстраивать какой-то бизнес на этой основе В общем, я считаю это плюсом 29 плюс Владивостока в том Состоит, что этот город очень романтичный Многие сравнивают его с Петербургом Он действительно в чем-то похож По своему духу, наверное, скорее На Санкт-Петербург И город очень романтичный Вот эти туманы Наличие моря, сопок Это просто, ну, наверное, я думаю, что можно считать, что это город для романтиков И 30-м плюсом Владивостока Я считаю то, что в городе работают над экологией И реально стараются сделать его лучше Вот во время подготовки к саммиту были сделаны очистные сооружения И большинство именно отходов сейчас перерабатываются И это очень здорово Это улучшает, конечно же, экологию И делает воду чище Также можно сказать, что вот была достаточно большая свалка Горностай, на бухте Горностай Сейчас ее переработали И культивировали Исходя из современного опыта Достаточно сделали все это неплохо И, ну, в общем, есть улучшения в плане экологии в Владивостоке И я надеюсь, воздух будет становиться чище И природа будет становиться лучше И со временем Владивосток станет достаточно чистым городом Ребят, вот такие мои мысли про город Владивосток Надеюсь, вам было интересно Безусловно, я не являюсь местным жителем Хотя я там был много раз в Владивостоке И жил, и работал даже какое-то время Поэтому очень надеюсь на то, что местные жители Владивостокцы, владивостокчанки Меня будут воспринимать не слишком критически И просто вот если где-то, ребят, я что-то не так сказал Поправьте меня Вот мои наблюдения именно такие Жду ваших комментариев Обязательно подписывайтесь на канал Обязательно ставьте лайки Спасибо всем, кто меня смотрит Всем пока!